Подзаголовок «Предсказания Баал-Шемтова сбываются». Когда первое известие достигло молодого Иллуя, рабе Йосефа Ицхока, его поразило точное исполнение предсказания Баал-Шемтова. В обозначенный им срок спасение действительно пришло, но тут вдруг навалилась новая беда и теперь уже на всю общину. Как это согласовалось с предсказанием Баал-Шемтова, поэтому рабе Йосефа Ицхок был убежден, что и новая беда их минует. Он охотно объявил бы об этом всем евреям города, чтобы у них не была нарушена праздничная торжественность субботы. Но Баал-Шемтов наказал ни с кем об этом не говорить. Не пришло еще время рассказывать открыто о Баал-Шемтове и о его пророчествах. Поэтому рабе Йосефа Ицхок переговорил об этом только со своей невестой дворой Леей. Он беседовал об этом также с Нисторами и скрытыми хасидами в Витебске. Но для всех других это должно было еще оставаться тайной. Уверенность рабе Йосефа Ицхока и других скрытых хасидов в непреложности предсказаний Баал-Шемтова оказалась вскоре основанной на кое-чем весьма существенном. Не прошло много времени, и колокола витебских костелов вновь раззвонились. Опять созывали народ, но все уже знали, что на этот раз звон был уже совсем другого характера. В предыдущий раз колокола сообщали народу нечто серьезное, нечто такое, что отдавало ужасам, тревогой. Теперь же колокола звали к радости. Это было сообщение о празднике. Что это могло быть? Навряд ли могли евреи в своих домах предполагать, что положение вдруг радикально изменилось к лучшему. Они подумывали, не кроется ли здесь какой-нибудь подвох, стремление обмануть их. Пусть, мол, думают, что опасность миновала, в то время, как на самом деле гои теперь только возьмутся за них, нападут и забьют, а то и вовсе убьют, а затем разграбят их добро. Прошло некоторое время, пока все узнали, что в действительности произошло. Прежде всего, евреям на помощь пришел упомянутый арендатор Зеев Вольф Эттингер. После того, как он освободил арестованных руководителей общины, он провел субботний день в Витебске и взялся теперь за попытку добиться у воеводы, чтобы тот отказался от своих ужасных планов. Эттингер, обладавший большим влиянием в высших сферах Польши и Литвы, решил побеседовать с воеводой и дать ему понять, что тот может заслужить благосклонность правителей страны, если будет обращаться с витебскими евреями более мягко и человечно. Но еще до того, как Эттингер закончил свои переговоры с воеводой, прибыл курьер с известием, что на пути в Витебск находится сейчас один из высочайших правителей страны, посланный из Кракова специально для того, чтобы ознакомиться с делом, побудившим воеводу арестовать руководителей общины и богача, раби Аврома Сегаля. Теперь уже воевода нуждался в Эттингере, как в спасителе. Он должен будет замолвить за него доброе слово перед этим прибывающим в город высокопоставленным чиновником. С этим чиновником Эттингер был хорошо знаком, и воевода знал, что тот прислушается к словам Эттингера. У воеводы была теперь новая задача подготовить прибывающему чиновнику достойную встречу. Для этого и звонили по-новому колокола костелов. Они призывали евреев и неевреев выйти на улицу одетыми по-праздничному и приветствовать высокопоставленного гостя. Воевода разослал курьеров по городу с точными инструкциями, как принимать высокого гостя. Евреи и неевреи должны принимать его каждый по-своему. Теперь улицы наполнили с войсками, полицейскими и большой праздничной толпой. Травля евреев была забыта. Эттингер, между тем, к приезду высокого гостя подготовил план, по которому витебские евреи готовы были собрать большую сумму денег и передать ее правительству в виде займа. Это должно было сгладить неблагоприятное впечатление от официального обвинения от купщика подати и сигаля в том, что он отказывается предоставить необходимый правительству заем. Если верно, что сигаль не в состоянии поставить всю сумму денег, то ему на помощь придут остальные богачи Витебска. Прибывший чиновник был принят при въезде в город с большим почетом. Евреи приняли его на свой лад, а не евреи по-своему. Воевода был горд, что смог организовать в своем городе должную встречу высокому гостю. Вечером Воевода устроил для гостя большой бал и в знак признательности пригласил Эттингер с женой. Эттингер был единственным приглашенным евреем. Остальные евреи Витебска охотно простили Воеводе то, что он их лишил этой чести. Они были рады тому, что их миновала беда. Раби Йосеф Ицхок и другие хасиды города были счастливы. Все получилось именно так, как предсказал Баал Шем Тов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok